Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Сегодня я сделаю обзор на новое видео Самбелла Адамяна, которое называется «Мама с Надей. Думаю, лучший результат». Довольно-таки своеобразное название, какая-то абра-кадабра, но сейчас я вам всё расскажу. Это очень весёлое видео. Татьяне Васильевне действительно погибла великая клоунесса. Итак, видео начинается, как на планетной Надежда рассказывает Самбеллу очень важные новости. Оказывается, то самое платье, которое подарила продавщица Оксана Кэрри для Нади, оказалось ей немножко великовато, и она умудрилась вернуться на этот рынок, найти эту самую Оксану и поменять платье на другое. Вспомним, как в предыдущем видео она силком целовала Самбелла. А что ей стоит поменять халатик да расплюнуть? Да-да, Надя тот ещё крепкий орешек. Она своего добьётся. Оксана заставила её переодеться прям там, на рынке, и перемерить все халаты. Рассказывает она об этом Самбеллу с превеликим восторгом. И в конце добавляет «примерить». Пока Надежда побежала на кухню примерять обновку, Самбелл показывает реакцию мамки. Её мимика просто великолепна. Сначала она недовольно покачала головой, а потом провалилась в свои мысли, как в забытие. Моразм крепчал, склероз сопротивлялся. Самбелл помогает. «Мама, а что ты думаешь по этому поводу?» И мамка, как обычно, выдаёт секреты, что, оказывается, то платье, которое Карина принесла, ей ещё надо вернуть обратно. То есть она пришла к этой Оксане, нагло повеляла хвостом, та ей подарила ещё одно платье с условием, что предыдущее ей нужно вернуть. Но Надя, конечно, об этом не упомянула. Но и тут начинается контент. Самбелл умеет это делать. Там ещё писали, что Самбелл подстебнул Надю, что она похудала. Надю прорвало. «Да, похудала», – тычила на своё пузо в камеру. «И не надо меня стебать, это я всё для Себы раблю». «Хорошее платье», – отвечает Самбелл. «А ну-ка, Надя, расскажи-ка, с каким это ты там парнем встречалась?» «А?» «Дима, чаяк его?» «С Киева». «А-а-а», – вспомнила Надя. «Да-да, встречались мы с ним возле поезда. Это когда я ещё в Коломею ездила». А всё дело в том, что этот Дима был с Самбеллом в Тик-Токе в батле. И он ему рассказал, что Надя звонила ему и просила о встрече. А Самбелл подумал, «Ну что может быть общего между Надей и молоденьким Димой?» «О, думай, точно, клеится к молодым». И таки да, ребята, видела я этот батл с Димой. Он действительно рассказывал, как Надя звонила ему. И ещё он рассказывал, что он постоянно звонит Надюхе, чтобы спросить её о каком-либо рецепте. Сам-то он работает в ресторане, только не говорит, кем. Боится, что к нему начнут приходить зрители. А ему-то это надо, как зайца стоп-сигнал. Он, конечно, и поварам помогает, но сам рецептов не знает. «Дайте мне, говорит, техническую карту, я всё сделаю». А вот, например, как сделать наличники, я не знаю. Но наличники – это, скорее всего, блинчики. И вот как ему нужно какой-то рецептик узнать, он звонит Надежде и та ему очень всё подробно рассказывает. Ну, вы знаете, он слова плохого о Наде не сказал. Так пообщались с Самбеллкой и всё. Но Самбелл же так просто это не оставит. Ему же нужно из ничего сделать сенсацию. И он преподнёс это, как будто Надя звонила сама этому Диме. Надя, конечно, отпиралась, как могла. «Здрасте!» – кричит Надя. «Да зачем мне это надо? Да это Дима постоянно мне звонит, спрашивает рецепты. Господи, Самбелл, да ты хоть не смеши людей!» И сказала, что это ей просто до глубины души обидно. «Ну, так точно! Просто лыпнет до молодых людей, и всё! Я теперь поверю, что ты и до Винника писала!» Надежда после таких слов Самбелла скривила такую гримассу, можно сказать, козью рожу, и пулей побежала на кухню переодеваться. Ну, а что, словарный запас у Надя не такой богатый, как у Самбелла. И лишь одно она смогла сказать, что ей дуже-дуже обидно за все эти подозрения Самбелла. Ну, как я, ребята, смеялась с реакцией Татьяны Васильевны. Лицо её просто расплылось в улыбке. «Вон, шпак, например, в Америке захотел сало». «Да что там в Америке сало нема?» – интересуется Самбел. «Да ну якота, что за бред?» И как только Надя появилась в дверном проёме, он продолжил тему. «Правильно люди пишут. Самбелл уже старый для неё. Она себе помоложе шукает». «Ой, обидно ей. А что, если Дима так сказал, что я теперь виноватый?» Надя надрывается в крике. «Давай ему позвоним». И Татьяна Васильевна прибавляет градус. «Бабка и внук. О чём им разговаривать?» Алексею 20 лет, а ей 65. «Какое расстояние между ними?» Но сильно-то Надя поспорить не может. Бо зарплата в 1000 долларов сильно связывает ей руки, а самое главное – язык. Поэтому она решила всё принять на себя. «Сказала, ну что ж, хай, так оно и будет. Раз мне что-то нужно от него, то пусть будет так, как ты говоришь. Больше ни с кем не хочу разговаривать. Всех посылаю. И Диму посылаю. Все они через мене к тебе». «А я тут при чём?» говорит Самбелл. «Я его и знать-то не знаю». «Знаешь, знаешь, он тебе тоже звонил». Но вот лично я, ребята, вполне понимаю эту ситуацию. Скорее всего, так и было. Зачем это Дима названивает Наде? Да потому что через неё он с лёгкостью проберётся к этой знаменитости – Самбеллу Адамяну. Все пазлы сходятся, но Самбелл с этим не согласен. В это время Шупа выглядывает из-за плеча Надюхи и пытается что-то расслышать своим одним ушком. Да, здесь есть чему позавидовать. Уж какой у неё опыт замужества. Ведь она в реальности жила с молодыми алкашами и они были намного её младше. И она на минуточку не просто с ними жила, а выходила за них замуж. Но то, что себе позволяет Надя, как бабка с внуком, в этом она, конечно, её переплюнула. Самбелл, видя, как Надя топает тапком по ламинату, интересуется, «А что ты так нервничаешь?» «А я не нервничаю?» «А что у тебя там в квартире творится?» Это он имеет в виду съёмную Кулину квартиру на 14 этаже. «Ничего, у меня всё нормально в квартире. Холод собачий». Да, ребята, она так забавно изъясняется, но просто можно животики надорвать от смеха. Самбелл объясняет ей, что нужно сделать с батареей, где подкрутить кранчик Маевского. Но Надя идёт вниз-ознанку, соображать отказывается. «Я не я, и корова не моя». И нехай этот кот Масик мёрзнет дальше и спит на её ногах. «Да что там, Надя? У неё ведь столько спасательных кругов. Своё сало греет. А вот Масика жалко. Мало того, что холодина в квартире, так ещё и труба издаёт беспорядочные звуки, что очень пугает кота, и он просто вынужден прятаться на шкафу. Надежда так и рассказывала, как она с соседом, заметьте, с ещё одним новым знакомым, молодым человеком, искала Масика. Не могла его нигде найти. И оказалось, что он прятался на шкафу, испуганный до умопомрачения. Бедный, бедный котик. И, кстати, в тот самый момент, когда они его искали, ей звонил Эдик. Она ему сказала, что ей некогда, чтобы он перезвонил и поболакала с ним попозже. И именно тогда она клещами вытянула из Эдуарда все признания. Ездила ли Гульнас в Башкирию? На самом-то деле, почему они это скрывали и говорили, что она никуда не ездила? Да, Надя, та ещё пройдоха. С живого не слезет. Вынет всю душу. А как это через мене до тэбэ? Ты что, телефоны мои, что ли, раздаёшь? Надежда попала в просак. Сейчас, конечно. А вот видишь, Надя, нельзя в этой жизни никому доверять. С тобой, может быть, зрители и любезничают, а потом пишут Самвеллу и докладываются обо всём, что ты с ними говорила. Вот именно так и выглядит эта схема. От Нади к Самвеллу. Надя размахивает руками. Давайте, давайте, пишите. Вам Самвелл дал дорогу. Продолжайте, работайте. И так уж ей было обидно, что ей даже захотелось просто умереть, не встать, чтобы не бачить ничего и не чуять. На что Самвеллка просто посмеялся и сказал, что она артистка. Какое яркое выступление. Ну, к чему же такие жертвы, Надя? Ну, зачем же помирать? Достаточно просто уехать к себе домой в недогарке. Ах да, ты же там поселила уже квартиранта, и тебе некуда ехать. Но тут Наде повезло, потому что на арене кровати появился Пусик. И, конечно же, любитель котов, Самвеллка, мгновенно среагировал и переключился на него. Схватил Надюхину щетку-массажку и стал зазывать котика. Иди, иди сюда, котик, я тебя расчешу. Но Пусик, конечно, на это повелся. Это ведь его любимое занятие. Он за это и хвост продаст, лишь бы его только почесали. Кстати, Самвелл заметил, что Пусик похудал. А вот я этому нисколько не удивлюсь. С такими-то хозяйками. Надюхе-то на своего кота Масика наплевать, а уж на чужого тем более. Но Пусик, конечно, просто обалденный кот, скажу я вам. И хоть Самвелл на этот раз хорошо прошелся по Надюхе и по ее больному самолюбию, у Надежды немного отлегло от души, когда его разговор переключился на котов. Самвелл рассказывает, что кот Сайгак уже начал драть диван в Колиной новой квартирке в Киеве. И Надя, как обычно, перебила его и стала рассказывать про своего Масика. Думаю, да ты-то откуда знаешь, как там поживает эта бедная детинка, вечно одинокий и всех боящийся котик. И что меня действительно в Наде раздражает, кто бы о чем не говорил, ей обязательно надо вставить свои пять копеек. Ну, кому вообще интересно что-то знать о тебе? Вон Шупа сидит, ручки сложила, чует, не чует, непонятно, одним вороньим глазом поглядывает то на Надю, то на Самвеллку, а то и на летающую в углу муху, потому что ей все это до лампочки. И вот только Надя всегда хочет рассказать только о себе. Опять размахивает рукой, рассказывает, какие ей обои надо доклеить. Вот только до верху она дотянуться, конечно же, не сумеет. Ой, что же делать, как же быть? Неужели же Самвеллке надо прийти и все зарабыть? А вот мне кажется, ребятки, зря она так расположилась в этой чужой съемной квартирке. Ведь Коля уже откровенно обиделся на Надежду, сказал уже об этом неоднократно. Во-первых, он ее сразу предупредил, что не простит ей того, что она не села с ним за один стол. А во-вторых, во всех баттлах Самвелла с Колей Надежда задаривает подарками Самвелла, а Колю никогда. Конечно же, ему обидно. Он так и говорит, что Надя только в глаза признается в любви, а за глаза ненавидит. Все, Наденька, это капец. У тебя короткая память. Ты, видимо, забыла, как один раз уже пулей вылетела из этой же его квартиры и больше он не разрешал тебе в ней ночевать. Но уж сейчас у него даже выхода нет, как только запретить тебе в ней жить. Ведь это, в конце концов, его съемная квартира. И зачем она ему нужна, если он там больше не живет? Если у него есть своя прекрасная квартирка в Киеве, в которой ты, Надя, уже успела поломать все, что можно, и в которой было бы так тепло, если бы ты, Надя, не поломала ручку на балконной двери. Ведь после вас с Татьяной Васильевной одни проблемы. За вами просто горы золотые, где не появятся жди убытков. Мне даже жалко этого колясика. Ну что за напасть? Вот я и думаю, он не только больше не захочет пускать к себе этих гостей, но и может запросто отказаться от съемной квартирки, и Наде уже придется самой ее снимать. Если это, конечно, получится. Я думаю, той тысячи долларов, которые платит Самвел, ей должно хватить. Ну и ничего страшного, что она кормит на них семейку Адамянов. Как-нибудь выделит и за съем квартирки. Ведь она могла все это делать даже без зарплаты. Ей бы только быть со своим любимкой рядом. Ну и что, что ей в нагрузку придали какую-то бабуську в памперсах? Какое ей до нее дело? Накормить и приголубить Самвелку. Это все, что ей в жизни надо. На этом тема разговора для Самвела иссякла, и он решил найти новый контент. Ах да, чего это тут сидит мамка, молчит, как рыба об лед. Сейчас я преподам ей урок чтения. Дает ей календарь, других-то книг уже в квартире не осталось. Так, мамка, а что ты здесь бачишь? И вы знаете, мамка все увидела. Самвел ей и пальцы тыкал. Сколько видишь? И мамка все правильно сказала. Самвел и подходил, и отходил, но результат просто прекрасный. Оказывается, мамка прозрела. Да, замена хрусталика пошла и на пользу. Ну и уходя, Самвел сообщил, что ему нужно еще зайти в магазин. И тут же Надя, сидя в кресле, повернув качан головой, спрашивает, а чего тебе там? Самвел возмущается. А тебе-то какое дело, Надя? Все тебе надо знать. Любопытной Варваре нос оторвали. Да, насколько Надежда не чует берегов. Друзья, ну вот как она не понимает, что она здесь просто прислуга? Почему она позволяет себе кричать на хозяйку? Это был такой неприятный момент, когда Василина спросила Самвела, а можно ли ей есть запеченную тыкву? Так Надежда так кричала, такой виск стоял в квартире. Вам что, Василиевна, надо сто раз сказать? Вы одного раза не понимаете? Это было просто ужасно. Ну как это крокодила себе это позволяет? Кричать на свою хозяйку? Я просто удивлена. Такое впечатление складывается. Она почуяла, что Самвел у нее под пятой, готов продаться за ее вкусные обеды. А самое главное, она понимает, что мамка всем ее детям в тягость. И Самвел просто счастлив сбросить такой груз ответственности на Надьку. А еще, оказывается, звонила дочка Ирочка и рассказала, что Карина ходит на какие-то спортивные мероприятия, а внучка Родика отдали на каратэ. Так и говорит бабушка, Родике каратэ нравится и это хорошо, сможет дать отпор, если надо. И в конце видео Васильевна похвалилась, что Надя прикупила ей бабушкины тапки, бо ее туфельки погано одевать, а как-никак зима на дворе. И когда Самвел уже спускался по лестничному пролету, мамка, как обычно, кричала на весь подъезд, когда будешь на игрене, не забудь испытать Андрея про ключи, куда он их дел. Вот это новость, сколько времени уже прошло, когда Самвел давал ключи Андрею, чтобы тот покормил котиков. Самвел уже приехал с Киева, Андрей ему вернул связку ключей, и оказалось, что ключей от мамкиной квартиры на этой связке нет. Так это когда было, и он до сих пор еще не выяснил это у Андрея. Все-таки Самвел не хозяйский парень. Скажу я вам, и на этом видео окончено, и окончен мой обзор. Ребята и девчата, спасибо вам огромное за ваше внимание, за ваши лайки, комментарии, подписку. Желаю вам всем прекрасного настроения, берегите себя. А на этом я с вами не прощаюсь. До свидания, и до новых встреч.